102-я и 106-я квартиры воюют уже много лет. Всё началось в 2004 году. Тогда хозяин верхней квартиры начал капитальный ремонт. А у соседей снизу в потолке появились дыры. Несколько раз падала люстра. Жалобами обратились в жилищно-коммунальную службу. Были сотрудники и управляющие компании, пришли, посмотрели, что-то записали. Ещё сказали супруге, я не был дома, что эту дырку мы сами пробили. Мы сделали ремонт своими средствами, деньги были, ещё работали. Спустя годы ситуация повторилась. На этот раз Анатолий Петрович хочет добиться того, чтобы платил виноватый. Но не всё так просто. Я получил ответ товарища Зарянова, что комиссия была, посмотрела, отверстие есть, идите в суд. Вроде как мне нельзя, это должны делать муниципальные органы, потому что они наймодатели, это муниципальное жильё. Проблем добавляет и собственник 106-й квартиры, который периодически угрожает соседям. Звонок в дверь подходит, кто там? Он отвечает, милиция. Муж спрашивает, представьтесь, тишина. Значит, ему ответ, к кому вы идёте? Опять тишина, пауза. Потом, значит, он отвечает, это к тому, к кому ты мозги конопатишь и жалобы строчишь. Вас в квартиру я не пущу, потому что вы неадекватны. Вы не можете разговаривать, вы не представились, не извинились, ничего. Здесь ещё был звонок как-то в дверь, я подошла опять вечером. Кто? Что-то там, это сверху, я даже не стала открывать, развернулась и ушла. Он, не он, ещё даже боишься уже открывать. Наша съёмочная группа попыталась связаться с хозяином 106-й квартиры по телефону, но безуспешно. Нашему приходу тоже рады не были. Вы сами его часто видите, хозяина? Сами хозяина часто видят? Ну, вот два дня назад он был здесь. Да? Да. А по какому праву фотографируете? Кто вам дал право? Прояснить ситуацию нам помогли сотрудники Государственной жилищной инспекции. Обращение Анатолия Стоянова там стоит на контроле, поэтому меры обещают принять в ближайшее время. По обращению территориальными сотрудниками территориального отдела будет проведена проверка. В случае выявления нарушений и несанкционированной произведённой перепланировки сотрудниками будет составлен протокол об административном правонарушении. Поскольку Стоянов, проживающий в квартире 102, не является собственником, данные документы будут у Государственной инспекции направлены в администрацию Ленинского района для принятия мер. Но история ещё далека от завершения, поэтому наша съёмочная группа будет внимательно следить за тем, чем же закончится конфликт с соседей. Александр Шишов, Павел Игнатьев, Елена Кошлева, Видное ТВ.